Всем доброе утро. Я сегодня буду рассказывать про… Ну, ладно, убедил. Всем добрый день. Я сегодня буду рассказывать вам про Niagara, про RFX. Сейчас поговорим, что это такое. Немножко. На всякий случай, если кто-то не в курсе, в RFX называют любые спецэффекты. То есть, собственно, это и есть эффекты, visual effects. Это могут быть взрывы, пыль из-под колес, искры летящие от солнечных штуки, огонь, дым, все что угодно, фонтаны, бла-бла-бла-бла. Это все можно сделать через VFX. На самом деле, через Niagara вообще миллион всего можно сделать. Но мы сегодня посмотрим, как зовут базовый эффект. Смотрим, как это все устроено и как с этим работать. У Niagara относительно новая система. И в ней идея есть три части. Теперь начнем снизу вверх. Есть партикл. Партикл – это просто частица. Это самая маленькая единица вашего эффекта. То есть, например, в огне партикл – это один спрайтик огня. В взрыве партикл – это одна разлетающаяся частичка, что вы будете раскидывать, не знаю. То есть, это просто самая маленькая частичка. Эмиттер – это эффект, состоящий из, соответственно, какого-то количества партиклов и который ими управляет. Как они летят, что на них действует, как они рассчитывают свои позиции и прочее, прочее, прочее. То есть, например, если у меня есть взрыв, то эмиттер разово складывает 500 партиклов и потом в разные стороны их раскидывает. И получается, собственно, взрыв. И система – это штука, которая, во-первых, может состоять из нескольких эмиттеров, ну, то есть эффектов. И, во-вторых, которая, собственно, нужна для того, чтобы использовать эти партиклы в игре. То есть для того, чтобы в игре добавлять эффекты, для того, чтобы к персонажам компоненты добавлять, нам нужна будет система. Система – это, по сути, актер или компонент, который мы используем. То есть, например, опять же, возвращаясь к тому же взрыву. Может быть, у вас взрыв состоит из того, что идет дым, разлетаются кусочки, вспышка происходит и там еще что-то. Вот это четыре эффекта, которые объединяются в одну систему, и потом эта система скользится в игре. Каждый раз, когда у вас там граната взрывается или еще что-нибудь падает. Окей. И… Сейчас мы перейдем в антрас, дадим эмиттер. Ну, а пока пару слов про его структуру. На самом деле, все очень просто. Он делится на три больших раздела. Первый раздел – это настройки самого эмиттера. Второй раздел – это настройки партикла. И третий раздел – это настройка того, чем является наш партикл. Мешем, спрайтом, светом, линией, еще чем-то. Там есть пять вариантов. Окей. Давайте я сейчас создам себе где-нибудь отдельную папочку под все это. И создадим пару эффектов, которые уже есть в движке. Просто на них посмотрим, чтобы у нас визуально было представление о том, что такое VFX. Правая кнопка мыши в разделе FX будет все связано с неогарик. У нас сейчас интересуют только эмиттеры системы. Вам еще кое-что есть. А, сейчас это не важно. Ну, например, я создам эмиттер. И здесь есть эмиттеры из темплейтов. То есть в движке есть пачки для этого эмиттера. Вы его можете посмотреть. Ну, там мой любимый есть фонтан. Мы здесь будем разбирать. Но давайте еще чем-нибудь посмотрим. Там, Directional Burst. Я сейчас несколько создам. Можно просто вам их показать. Потом я это все удалю. Фонтан. Мешберст и так далее. Так. А вот, у Ниагары так же, как и у всего в англии, свои окна эдиттеров. Ну и вот там выстрел какой-то происходит. Это один из эмиттеров. Вот второй с... Что это? А, это я фонтан создал. Просто партиклы летят вверх. Вот третий с мешами. Там стрелочки вверх разлетаются. И все такое. Окей. Теперь давайте на примере я два удалю. Оставлю фонтанчик себе. MyFountain. А фонтанчик это готово. А он сейчас в fx давайте посмотрим, как он называется. Template. А он так и называется фонтан. Вот. Я сейчас буду этот элемент разбирать, его в примере показывать. Но мы потом разберем. Поперем и посмотрим. В зависимости от того, сколько у нас времени останется. Может, мы долго будем идти. Окей. Значит, давайте смотреть на то, что у нас есть. В первую очередь нас интересует, естественно, центральная часть. Это окно с кодом. И мы сейчас поговорим, что тут есть за раздел. Сейчас я сделал так, чтобы не облезал получше. Собственно, примерно как и у материала. Слева у нас есть preview. По центру мы редактируем код. Справа details. Ну и снизу есть timeline. Потому что эффект все-таки направляется временем и все такое. Ну вот. Значит. Вся вот эта штука. Когда вы ее выделяете, когда вы выделяете весь эффект. Вот эта вот плашка, это весь эффект. У вас справа у details открываются все его настройки. То есть вот мы видим, например, есть emitter properties. И вот в его настройках тоже есть emitter properties. И мы можем их все посмотреть. То есть каждый из таких вкладочек это вот раздел справа у нас details. Собственно, для удобства, если вы кликнете на какой-то конкретный раздел, например, на emitter state, то в details будет только его настройки. Если я кликну на emitter update, то будет все, что внутри emitter update, то есть emitter state и spawn rate. Ну то есть мы можем как-то выбирать, какие части нам сейчас нужны. Я могу там, не знаю, вот так как-нибудь сделать, два этих модуля смотреть и все такое. Ну а пока что давайте посмотрим. Тут есть замечательный color code. Сейчас я еще все сверну. коллапсом. Оранжевое – это все, что относится к самому emitter. Зеленое – это все, что относится к particle. И красное – это то, что относится к render. То есть из чего наш фонтан состоит. ОК. Давайте смотреть. Мы начнем прямо сверху вниз. О, сверху вниз я все правильно, я не путаю слова. И давайте смотреть. Первое, что у нас есть – это в emitter settings раздел emitter properties. Давайте его раскроем. Это просто настройки оптимизации particle. Плюс здесь есть пара важных параметров, типа CPU и GPU particle или еще что-то такое. Но сегодня нам на паре это не понадобится. Поэтому emitter properties – это просто общий general настройки particle, как он работает, бла-бла-бла. Но он сегодня нам не пригодится. Его просто пропускаем. В spawне вообще ничего нету. То есть spaw нет смысла открывать, он пустой. Ну и теперь интересный emitter update. emitter state – это то, что будет, по идее, вообще у каждого вашего emitter. Это штука, которая отвечает за жизненный цикл эффекта. Сейчас поговорим, что такое жизненный цикл. Жизненный цикл – это как часто он запускается, как долго он живет, как долго этот фонтанчик работает. То есть сейчас, что здесь стоит, что этот фонтанчик живет бесконечно. То есть у меня эти партиклы будут бесконечно спавниться. Единственная причина, почему он reset – это потому, что у меня в timeline есть ограничение на 10 секунд, как будто его каждые 10 секунд пересоздают. Но, по сути, этот фонтан просто бесконечно живет. Если я его поставлю на уровень, я сейчас не смогу, но, поверьте, если поставлю, то он будет бесконечно работать. Можно сделать, например, once. Once значит, что он будет жить вот этот loop duration, то есть 2 секунды. Я вместо infinite поставил once. Это значит, что он будет 2 секунды жить, 2 секунды спавнить партиклы, потом, видите, он спавнить их перестал, и потом опять начал, потому что у меня превью бесконечно перезапускает. Но в игре он бы просто 1 раз 2 секунды спавнил партиклы, а потом перестал бы и удалился. Ну и multiple, соответственно, можно сказать, 3 раза. Он тогда 3 раза по 2 секунды будет это запускать. Но чаще всего два варианта – once, если вам нужно что-то один раз проиграть, и infinite, если вы вечный эффект хотите поставить. Тут, я думаю, все понятно. Окей. По сути, emitter state больше ничем не занимается. У него есть, конечно, некоторые настройки и оптимизации, но сейчас это не важно. Мы это все пока пропускаем. Для того, чтобы оптимизировать, надо уметь что-то делать. Поэтому emitter state просто занимается жизненным циклом нашего эффекта. И дальше есть spawn rate. Собственно, spawn rate – это то, что мы видим. Он спавнит шарики, и он спавнит их 90 в секунду. Тут есть всего один параметр – 90. Если поставлю 10 – их станет меньше. Поставлю 2000 – 20000. Их станет явно больше. Ну, то есть все очевидно. Это просто сколько он в секунду спавнит. Сейчас мы пройдемся целиком по этому фонтану. Поэтому я не буду ничего здесь заменять. Потом мы поговорим про то, какие вариации этих эффектов есть. То есть, например, для спавна есть три разных вариации того, как спавнят. Для location есть разные варианты. Но мы их потом посмотрим. Сейчас мы пока смотрим на фонтан. Ну, вот. То есть пока что мы знаем про наш emitter. Что он бесконечный, потому что у него infinite стоит. И что он спавнит, ну, в моем случае 100, по дефолту там было 90 шариков в секунду. Окей? Следующий раздел – это, собственно, раздел с самими шариками. Как они спавнятся, как они живут, что с ними происходит и все такое. То есть зеленые. Спавн – это функции, ивенты, которые будут вызываться при спавне каждого из шариков. Давайте смотреть, что происходит. На спавн. Тоже модуль, как и emitter state, initialize particle будет у вас практически всегда. Я не могу сомнить эффекта, где его нету. Он просто задает параметры шарика. Сейчас посмотрим, какие параметры он задает. Давайте все это раскрою. Тут есть три раздела – point, sprite и mesh. Mesh ничего не стоит, тут прям выбран unset, потому что мы спавним не mesh, а мы спавним спрайты. Поэтому этот раздел нам не интересует. В спрайте задается размер. Можете посмотреть, что здесь для спрайта рандом от 6 до 12. Ну и чтобы это было больше видно, я сейчас поставлю от 5 до 50. И вы можете увидеть, что очень разный размер шарика. То есть тоже очевидно, что происходит. Скажем, 5 до 10. Вот, просто сделаются размеры. И в point задается жизненный цикл одного партикла и их цвет и масса. Масса, на самом деле, в этом партикле вроде нигде не используется. А вот жизненный цикл – это прикольная вещь. То есть у меня внутри одного эффекта каждый из этих шариков может жить разное время. Например, сейчас поставлю от 1 до 5 секунд, и вы увидите, что какие-то будут пропадать наверху, а какие-то будут уходить туда в туманную неизвестность. Хотя некоторые вот когда-то там пропадают, надо присматриваться. Но суть в том, что он просто задает им случайное время жизни. Сколько там было? Ну, пусть будет 1 до 2. Окей. То есть, по сути, инициализм партикл задает время жизни, массу, которая сейчас не используется, и в нашем случае размер спрайта. Иногда еще цвет задает, то есть я мог бы их там перекрасить, например. Какой-нибудь цвет. Ну, окей. Дальше. Да, кстати, каждый модуль можно включать или отключать. Если я, например, отключу spawn rate, у нас, естественно, ничего не будет. Если я буду тоже какие-то другие модули отключать, сейчас будем смотреть, что они делают. Сферилокейшн делает очень простую вещь. Они немножко смещают начальный поинт для того, чтобы все летело не из одной точки. Давайте я отключу Сферилокейшн и увидите, что происходит. Все партики попадаются в одной точке. Просто потом разлетаются. Сферилокейшн в заданном радиусе их немножко разноображивает, раскидывает. Ну и чтобы это было больше видно, я сейчас опять поставлю здесь большое значение 50. И вот они просто стартуют из рандомных точек. То есть все модули со словом Location, они нужны для того, чтобы в начале, при создании партикла, задать им какое-то случайное положение. Там есть Сфер, Бокс, Торус, ну и еще пара приколов, мы сегодня на них посмотрим. Вот так, по-моему, 8. И последнее, что делается при спавне партикла, им задается начальная скорость вверх. То есть, видите, они разлетают сверху. Если я отключу Ed Velocity, то они просто начнут сразу падать вниз, потому что им не задается скорость. Тут все тоже просто. И в Ed Velocity, что мы видим? Направление, куда им задается скорость единицы по Z, то есть 0, 0, 1, просто вверх. Я могу поставить, например, 1 по Z, 1 по Y, они по диагонали полетели. Ну понятно, то есть я могу задавать любые направления. И задается скорость. Скорость у них тоже задается рандомная. От 500 до 850. Ну, естественно, все тоже можно менять. Там от 2000 до 5000, до 50. И вот они стали влетать в космос. Окей. То есть, на самом деле, партикл очень простой. Он задает location, задает скорость и больше ничего не делает. И давайте теперь смотреть последний шаг, что у них происходит в апдейте. Опять же, есть два модуля, которые будут практически в каждом вашем партикле. Давайте начнем с них. Первое – это ParticleState. Модуль не делает абсолютно ничего, кроме одного действия. Он уничтожает партиклы, если их время жизни выше. То есть, он следит за тем, чтобы партикл уничтожился. Показываю, что это значит. Если я сейчас отключу ParticleState, мои партиклы перестанут пропадать, а значит, они все будут просто улетать вниз в бесконечность. То есть, ParticleState следит, что как только вышел их lifetime, который тут задавался, у меня от одной до двух секунд он задается, он этот партикл уничтожил. Без ParticleState, соответственно, все партиклы будут жить бесконечно. Больше модулю ничем не делает, не занимается. И второе, которое у вас будет почти всегда, это модуль Solve Forces and Velocity. Тоже его единственное назначение – это он применяет все изменения в скорости, применяет все физические взаимодействия над партиклом, из-за того, чтобы партикл двигался. То есть, если его отключить, то партиклы перестанут вообще как-либо летать. На них не будет ничего работать, они просто будут спавниться в центре по sphere location, и куча модулей сразу загорится красным, потому что они говорят, что не могут работать из-за того, что Solve Forces and Velocity не включен. Если Solve Forces and Velocity есть, то, соответственно, он обновляется. Можешь еще раз объяснить, что именно это? Solve Forces and Velocity? Просто применяют всю скорость и физическое взаимодействие к партикам. То есть, если вы добавили, например, модуль Gravity, это не значит, что партикл начнет падать, потому что он начнет падать, когда произойдет Solve Forces and Velocity. Ну и, соответственно, еще одно небольшое замечание. Порядок модулей, вот одна такая плаща называется модулем, порядок модулей имеет значение. То есть, если я сейчас Gravity перенесу вниз, то Gravity скажет, у меня проблема, после меня нигде нету Solve Forces and Velocity, а значит, гравитация не применяется. И, как видите, шарики перестали падать. То есть, Solve Forces and Velocity всегда стоит самый последний, чтобы все остальные эффекты сработали. Более того, еще одно замечание. У любого модуля, у которого будет ошибка, если его выберете, почти наверняка будет вариант, как его пофиксить. Он прямо пишет, все, что нужно сделать, это подвинуть Gravity Force наверх. Нажимаю фикс ищу, и он его двигает, и сам все рисовывает. То есть, чаще всего вам нужно будет просто открыть, прочитать, сказать, да, я согласен, фикс. Ну, окей. Вот посмотрели на два модуля, которые вы будете всегда видеть. Это Particle State и Solve Forces and Velocity. Осталось еще три. Gravity Force, вы не поверите, просто стабильно прибавляет нам движение вниз, прибавляет гравитацию. То есть, она, собственно, влияет на то, что наши шарики начинают падать. Из приятного, у гравитации можно настраивать ее направление. То есть, не дефолтный минус 9,8, но можно еще и в другие стороны ее повернуть. Я могу, например, сделать гравитацию по Y. У меня шарики начнут по Y лететь. Могу вообще в любые стороны ее делать, любой силы, и она будет нормально работать. И второе физическое взаимодействие – это драк. На самом деле, я сколько ни пытался, мне сложно заметить, в чем разница. Но что драк делает? Драк – это движение по инерции, где он добавляет физичность объекту, он добавляет ему вот это естественное движение. Но для меня в эффектах это почти всегда незаметно. Может быть, с моими глазами что-то не так. Оно немножко меняется, но мне сложно сказать, что это становится более реалистично. Но, в общем, драк будет добавляться всегда, везде и при любых обстоятельствах. Он просто силу инерции добавляет. То есть, если у меня объект в эту сторону ехал, когда перестали добавлять velocity, он по инерции еще будет немножко проезжать благодаря драку. Но да ладно, это мелочь. Есть и пусть будет. Окей. И последнее. То есть, у нас было два физических взаимодействия. Единственное, что еще происходит с нашим партиклом – в него меняется цвет. Давайте я сейчас отключу модуль и покажу, как он меняется. Идея очень простая. Чем ближе партикл к смерти, тем он становится прозрачнее. То есть, если вы посередите за партиклами, они не моментально пропадают, а они затухают. И вот это и делает ScaleColor. То есть, если я вот отключу, партиклы всегда будут полностью видны, и в какой-то момент они просто будут исчезать. Что не очень здорово. Поэтому они сделают вот такую штуку. Как работает ScaleColor, мы поговорим чуть позже. Мы сделаем свою вариацию такого ScaleColor. Потому что для того, чтобы понимать, как это работает, нам нужно знать еще пачку вещей. Но, идея, мы смотрели, что это такое. И последнее, что нам осталось, это раздел рендера. Там есть спрайт рендера. Это просто настройки материала одного нашего спрайта. Niagara так сделано, чтобы у вас вся логика ее работы никак не зависела от того, что за партику вы будете спавнить. То есть, я могу тут, например, поменять материал. Сейчас давайте я из движка что-нибудь возьму. Ой. Ну ладно, я клюб материал взял. У меня сейчас просто серий квадратик будет, но давайте чем-нибудь интересное. EngineContent. И... Сейчас возьмем какой-нибудь материал, если найдем. Не знаю, просто для любой из движка. Ну вот. Там может быть что угодно. Какие-то анимированные вещи. В общем, любой материал, который вы сделаете, можно будет наложить на вашу Niagara. Более того, ну да-да, там есть специальные для партиклов, конечно, штуки, но... Ну, короче, любую текстурку, любой материальчик, все что угодно можно сделать. Но... Сейчас вернем default. Там по умолчанию по идее стоит default sprite material. Сейчас найдем его. А где он? Сейчас момент. Давайте вернем то, что было. Наверное, в разделе плагинов просто лежит... Default... Спрайт... Да. Сверну себе дефолтные. Но самое крутое, что я могу просто этот спрайт-рендер убрать и поставить другой. То есть я, наверное, начну отсюда. Я могу добавить новый рендерер. Тут есть их пять штук. Мы сегодня будем смотреть только на спрайты и меш. Но я могу спокойно взять и добавить меш. Например, сказать, спавни мне кубики. И у меня Niagara тут же такая, ладно, без проблем. Кубики так кубики. Теперь у меня спавнятся кубики. Вот. То есть я никак не меняю логику Niagara, потому что она делает все то же самое. Я просто не знаю, что она будет спавнить и как с этим работать. Можно, конечно. Можно, конечно. Ну, то есть, на самом деле, у меня сейчас спавнится, по идее, есть про это и меш. Просто из-за того, что они друг в друге, мы этого не видим. Сейчас давайте попробуем. У нас не получится этого увидеть просто, к сожалению, но они спавнятся вместе. Но чаще всего, если тебе нужно заспавнить и одно, и второе, то это должно быть два отдельных эффекта. Потому что чаще всего у них должно быть немного разное поведение. Ну, а тут уже бывает по-разному. Вот. Вернем наши спрайтики. Верну себе. Там было восемь. Спирлокейшн. Маленький. Ок. Теперь давайте пройдемся еще раз сверху вниз. И будем смотреть на разные вариации. На разные вариации спавна, локейшн и прочее. Ок. Я начну со спавна. Сейчас я подумаю, секунду, подождите. Для того, чтобы показать один из спавнов, мне придется добавить эффект на уровень. Поэтому давайте пока что так. Мы посмотрели на базовый эффект. Как видите, ничего в нем смертельного нет. Есть три понятных раздела. Внутри них есть тоже вроде понятные подразделы. Все логично и просто так. Давайте попробуем сейчас этот эффект добавить на уровень, прицепить к персонажу и посмотрим разные вариации действий. Проблема номер один. Если я просто попытаюсь перетащить неогару на уровень, я не смогу этого сделать. Дело в том, что эмиттер нельзя добавлять на уровень. Мне нужно сделать систему, но это делается просто. Правая кнопка мыши, create system. Соответственно, я назову его, он сам назвался myFontan system. Отлично. И я теперь могу спокойно его добавить на уровень. Вот у меня будет мой фонтанчик. Но, скажу еще раз, мне нужно будет, чтобы он был прикреплен к персонажу, поэтому я буду его добавлять не просто на уровень перетащу, но, вернее, его и на уровень просто так перетащу. Но еще я сейчас персонаж заприкну. Сейчас я где-то сделал, где-то здесь себе его. и добавлю его в персонажа. Чтобы неогару добавить в персонажа, просто добавляйте компоненту системы. Неогар, а Particle System. И выбирайте нужную. У меня теперь будет бегать персонажик, из него будет бить этот фонтанчик. Сюда. Добавили? Отлично. Окей. Давайте теперь смотреть на разные спаунрейты. Мы быстренько посмотрели, как добавлять неогару. Ну, а теперь будем ее редактировать. Во-первых, как их добавлять? Очевидно, вы нажимаете на плюсик и выбираете там нужное вам. Все, что нам сейчас нужно, находится в разделе Spawn. И тут есть четыре варианта Spawn. Давайте я сразу скажу. Мое нелюбимое. Spawn Per Frame – это всегда отстой, потому что это значит, что в зависимости от Frame Rate у нас будет разное количество партиклов, что не очень клево. Наверное, иногда это и применяется, раз оно здесь есть, но мне это не нравится. Ну, а давайте смотреть на три остальных варианта. Спаунрейт, то, что есть у нас сейчас, спаунит в секунду. То есть я задаю 90, и он спаунит 90 партиклов в секунду. Следующее. Spawn Burst Instantane если. Спаунит разом много партиклов. То есть если я сейчас поставлю здесь 500, он будет их 500 залпом спаунить. В эмиттер апдейт добавляю спаун. Я старый, наверное, не хорошо тех удаляю, давайте я буду его вставлять или отключать. Эмиттер апдейт, спаунил. И тут есть вот четырьмя. То есть Burst, понятно как работает. И сразу небольшое замечание. Я здесь и сделал изменения, но на уровне у меня еще старые фонтанчики. Так же как и с материалами и с блипринтами, вам нужно нажимать Apply, чтобы он применился ко всем местам, где использовался. И вот теперь он начал заново работать. Да? Соответственно, есть взрыв партиклов, но при этом продолжается идти в фонтанчик. Ну, значит, у тебя два спауна вместе включены. Я спаунрейт у себя отключил. Да, то есть у тебя он и спаунит каждые 2 секунды, потому что цикл 2 секунды и продолжает фонтанчик. Ну вот, это, собственно, второй вариант. И третий вариант – это Spawn for Unit. Это чаще всего используется во всяких гонках и прочих вещах. Сейчас мы ничего не увидим в превью. Для этого нужно запустить игру. Для этого мне нужно дать персональ. Он спаунит партикл за каждую пройденную им юницу. То есть пока мой персонаж бежит, он что-то спаунит, мой персонаж останавливается, ничего не происходит. Это всякая пыль из-под колес. Это всякие пыли при беге персонажа. Это, возможно, звуки обычно не через Niagara, конечно, делаются, но, может, звуки и прочие действия, завидающие от движения вашего персонажа. Это Per Unit. Спаун Per Unit. Вот. Ну, в общем, по сути, это три основных вида спавна. И другие вам особо не понадобятся. Хотел я сказать, но на самом деле есть еще один – Spawn Particles in Grid. Он иногда используется, чтобы спавнить Particle, вы не поверите, по сетке, по гриду. Но, окей, это три самых основных. Мы сегодня с гридом вроде как не будем работать. Можете оставить любой, какой вам нравится. Я, наверное, оставлю спаун рейд, чтобы постоянно что-то показывать. Но вот такие и есть спаун. Где едем дальше? Теперь посмотрим на различные локейшни. То есть сейчас Particle спавнится по кругу. И сейчас я отключу Velocity и Gravity, чтобы просто это показывать. Смотрите, я отключил все физические взаимодействия. Я отключу Velocity, Gravity и прочее, чтобы у меня Particle оставались на месте. Потому что я сейчас буду локейшни показывать. И вот сейчас они просто спавнятся, куда они двигаются, вот в такой сфере. Могу там побольше сделать спаун рейд, чтобы было получше вид. Вот у меня такая сфера получается. Давайте смотреть на другие локейшни. Локейшни. Можно просто в поиске писать. Есть боксы, конусы, цилиндры, гриды. Это вообще что такое? Я даже не знаю, что такое. Ротейт неинтересно. Скелеталы и статик мэши. Мы на это посмотрим сегодня. Тоже очень забавная вещь. Сферы. Локейшни из другой системы. Торусы. Можно торус сделать. Кончик. Еще побольше партика, чтобы он получше был виден. 50 тысяч, конечно, переборщу. 5. Давайте на джиттер посмотрим, что ли. Ага. Это. Забавно. По сути это спавм на границе сферы, на поверхности сферы. То есть, сфера локейшни это спавм в любой точке, в том числе внутри сферы. А джиттер позволяет спавнить именно на границе. То есть, видите, внутри нету партиклов. Партиклы есть только по границе сферы. Рандомный радиус. Тем круче. Опять же, есть миллион вариаций, что вам нужно. Как вам нужны эти points deal. Более того, сейчас, секундочку, до меня тут дошло. Большинство этих локейшнов, они могут друг вместе с другом работать. То есть, если я, например, возьму и джиттер, и торус, то я могу сначала по торусу их развести, чтобы они вот так по кругу были. А потом, в том числе, джиттер сделать типа трубы кольцевой. Давайте попробуем это сделать. Сейчас спавм рейнс поставлю. Какой-нибудь огромный. Торус на 500. И джиттер на 50. Вот. То есть, у меня, по идее, сейчас торус, благодаря джиттеру, стал не полоской, а вот такой трубой. Но, окей. Я думаю, идею вы поняли. То есть, их можно комбинировать. Но чаще всего используется один локейш. С этим можно, конечно, их доимитировать как-то. Посмотреть, какие тут есть параметры. Можно их задавать, умирять, все такое. Окей. Сейчас поуберяю лишнее. Ставлю. Наверное, торус пока что оставлю. В общем, какой-то из одного локейш наставил, остальные не убрал. Дальше. Velocity. Тоже. Velocity есть целая куча. Можно просто делать add velocity. То есть, вручную задавать вектор, в котором двигаться. Можно делать add velocity from point. Тогда они от этой точки будут разлетаться. Add velocity in column, который у нас был. Inherit velocity от другого эмиттера или еще чего-то. Velocity по форме static mesh. И, наверное, прикольная vortex velocity. Она сейчас не будет нормально работать. Сейчас мы с vortex сделаем еще вариацию. Но такое движение по кругу типа. Ну, короче, с velocity тоже все просто. Вы выбираете, какой вам нравится. Velocity from point. То есть у меня сейчас point стоит в центре. И они все от центра разлетаются. Можно там только вспомнить, что обычно сделать. Или еще что-нибудь такое. В чем разница между add velocity и add velocity from point? Add velocity – это я задаю конкретный вектор. То есть, например, если я поставлю вектор 10 по x, 10 по z. То у меня все партиклы вместе. Сейчас на 10 мало, да на 100. 100 по x, 100 по z. У меня все партиклы вместе полетят вверх и вправо. Если я делаю velocity from point, то у меня есть какая-то точка по умолчанию в этот центр. И они от этого центра все улетают по скорости 100. То есть, если, например, я смещу на 50 по x. Сейчас. Сколько у меня там торус? У меня у торуса радиус 200. На 200 смещу. Попаду в цифры. Ну вот, смотри, у меня теперь здесь точка эта находится. И они все улетают от этой точки. То есть, то, что было правее, улетает направо, остальное улетает влево в центр. Если я смещу это все, например, на 500, то у меня точка находится справа, и они все летят от этой точки, которая где-то здесь стоит. То есть, дебага тут нет, но она где-то вот в этой правой части стоит. И все от нее летят. Если я поставлю наоборот – 500, то они все будут в другую сторону лететь, потому что она теперь слева. Но или в центре. То есть, может, у тебя есть какая-то точка, от которой все должно разлетаться. Точка взрыва, точка еще чего Спасибо Велосито задает всех при спавне и потом никогда не изменяется Потому что ничего эта велосито не уменьшает или еще ничего себе не делает И Собственно можно добавлять велосито в апдейте Но это будет значить, что у меня тогда каждый кадр Сейчас давайте я сделаю кое-что велосито в компоин Это будет значить, что у меня не каждый кадр все быстрее и быстрее будет лететь То есть им каждый кадр будет добавляться плюс 100 велосито И значит с каждым кадром они 100 велосито быстрее будут разлетаться И тогда произойдет что-то такое А так я задаю его при спавне Он один раз задается и стабильно у всех на 100 поинтов велосито есть Чаще всего велосито задается именно в спавне А вот всякие физические взаимодействия типа гравити, драга и прочее уже в апдейте И сейчас я эту велосито временно отключу Последний раздел, который мы сегодня посмотрим, помимо велосито, есть еще раздел, по-моему, форсис Он тут не гравит? Да, 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 в чем разница форсис Форсис это в основном то, что описывает физические взаимодействия То есть велосито это просто какая-то абсолютная скорость, которая ничем не контролируется Форс больше описывает, ну, именно что физическое гравитационное притяжение и еще что-нибудь такое Например, у меня есть прикольный Point Attraction Force Сейчас только проблема в том, что все модули добавляются вниз Нужно будет их все перетаскивать выше, чем Solve Forces and Velocity Я сейчас добавил в себе Point Attraction У меня есть точка, собственно, в позиции 0,0 Которая в определенном радиусе подлягивает к себе партику В моем случае проблема в том, что этот радиус слишком маленький Он просто не достоит до Тора, поэтому я просто поставлю большой радиус И у меня все эти Point будут потихонечку лететь в центр Если увеличу еще силу притяжения, то они все будут вон вылетать в центр То есть панцы по крайней мере летят в центр Возможно, стоит сделать чуть поменьше цикл, чтобы вам лучше было видно 4 секунды, например Что-нибудь такое 6 секунды, если я вместе Торреса сделаю сферилокейшн И поменьше партикл, чтобы что-то было видно Что-то такое можно сделать Просто партиклы все собираются в центр Потому что у них есть там Point Attraction Небольшая проблема с Point Attraction заключается в том, что Вы можете, это сложно, наверное, заметить, но суть в том, что Партиклы пролетают через центр и летят дальше Потому что их сила не обрывается И она просто продолжает дальше их тянуть за Point Attraction Но это сейчас фиксит тем, что, например, убивают партиклы, когда он долетает достаточно близко до нуля Или еще что-то, если вам нужно, чтобы они именно в центре собираются Ну вот, есть другие силы Давайте еще посмотрим на Forces Например, есть, ну, Gravity, понятно Limit Force Она просто проверяет, что на ваш партикл не действует слишком много силы Acceleration постоянно ускоряет партикл Curl Noise, например, какой-нибудь Заставляет ваши партиклы двигаться с небольшим ноизом Я побольше их сделал, чтобы это было чуть лучше И силы Curl Noise 50 Она просто заставляет партиклы немного в разные стороны летать Такое немного хаотичное движение Собственно, ноизы для этого и нужны, чтобы добавить такое небольшое разнообразие Vortex, мой любимый, наверное, партикл, потому что она всегда клево выглядит Просто начинает крутить ваши партиклы по кругу Все, больше ничего не делаю И куча-куча других На самом деле, мой вам совет Просто берете, добавляете все их по одному, поочередно Там, может, краткое описание читаете И смотрите, как они работают Это намного быстрее и лучше понимается, чем вот Я сейчас попытаюсь какие-то рандомные из них объяснить Но суть очень простая Каждый из этих Forces Это просто какое-то взаимодействие на вашу партику Которое можно делать в апдейте постоянно Окей Мы поговорили про force Давайте посмотрим, о чем мы не забыли Проберти поговорили State Spawn Настройки партикла Инициализация партикла Изменения location То, что всегда есть два модуля Изменения force Изменения velocity Рендер поговорили Отлично Еще кое-что хочу сказать Сейчас я вспомню, что это было И скажу А, давайте просто перекрыли Попосмотрим Партиклы можно спавнить не только по сферам Там была еще одна штука С location Там был что-то типа static Да, static mesh location Ниагара позволяет вам спавнить партиклы По форме каких-то объектов То есть вы можете сами задать одну Форму, которая вам нравится И давайте сейчас на каком-нибудь примере это посмотрим Для этого нужно всего два модуля Я отключу вот этот сфер location Есть модуль Давайте просто напишем static mesh Есть sample static mesh То есть взять sample со static mesh То есть обработать его, чтобы понять Какие точки можно спавнить И потом static mesh location позволяет вам По форме этого static mesh Выстраивать коин То есть я делаю sample И потом static mesh location В sample указываете, какой static mesh использовать В static mesh location сам все поймает Sample, ну например Давайте пока что кубик возьмем Почти для каждого объекта Он будет писать, что есть ошибка Вы нажимаете fix И он будет это чекать В смысле не чекать, а фиксить Вот у меня спавнятся объекты по форме кубик Можно там взять рамку В short person есть объект рамку Вот у меня рампа какая И так далее То есть абсолютно любые mesh Вы можете по их форме спавнить Particle Также со skeletal mesh Я думаю мы после перерыва Я открою и покажу вам несколько примеров Но суть простая Опять же Я сейчас в этой серии не углубляюсь Это 5-минутные видосы на YouTube Главное, что вы знаете, что так можно делать Вам нужно все это запас спавнят в форме mesh Открывать YouTube Пишите sample static mesh У E4 Niagara И он все вам показывает Все это очень просто и понятно работает И все это прикольно Окей Теперь Про static mesh мы поговорили В смысле про эффекты мы поговорили Давайте еще разок про систему и ее плюс Во-первых Система позволяет вам принять несколько эффектов И это очень часто необходимо Потому что некоторые эффекты могут зависеть от других эффектов Я сейчас покажу с этим примером Во-вторых Эти системы можно размещать на уровне То есть еще раз мы не могли бы разместить на уровне эффект Я могу размещать на уровне только системы Поэтому без системы вообще тут не сможете Ну и в-третьих Там есть некоторые особенности настройки Но это все мелочи Я передумал, это не так важно Значит мы свою систему уже создали спонтаном Мы посмотрели Ее можно просто вытащить на уровень Ее можно добавить как компоненту к персонажу То есть просто добавить Niagara Particle System И последний способ Как с актерами Ее можно заспаунуть Spawn System At Location Тоже очень понятная нода Спавним систему Niagara В заданном location Ну и справедливости ради Давайте скажем Что есть еще Spawn System Attached То есть прикрепленный к какому-то актеру Или компоненту Но они там всегда рядом стоят Вы всегда их увидите оба Главное, что Работа там не треверна Вы выбираете какую систему спавнить Подключаете И все работает Как всегда есть ретеринг Это заспавненная система С которой потом можно что-то делать Удалять там ее Или еще что-нибудь изменить Пармель передохнуть Осознать все это И сейчас будем говорить про параметры Не было сделать так, чтобы у меня, например, в персонажа была система И она была повидена И применена Да Просто хидрингей Это самый обычный компонент Ее нужно всегда прятать Меня через лейт Окей Немного Вдохнули-выдохнули Теперь самая забавная Мы все это делали Это все здорово Но Всегда есть какое-то но Дело вот в чем Если мы посмотрим на AdWallosting.com Которое было по умолчанию В Niagara Своем еще не удалены Ну, посмотрите у меня У них сила задавалась Через диапазон 500 до 800 Также lifetime задавался через диапазон Ну, если я добавлю свое AdWallosting.com Скоро Стоп, 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 спокойно AdWallosting.com То у меня Дается только конкретное значение Мне диапазон И, собственно, сейчас мы будем говорить про то Как это все настраивать Значит, смотрите Ну, например Давайте я попробую все-таки Переименую ее MyVelosting.com Я сейчас попробую сделать так, чтобы У меня Также как в дефолте Метвелосте Был вот этот диапазон Делать это очень просто Справа от параметра Есть стрелочка Вы на нее нажимаете И там задаете Нужные параметры Сейчас мы будем говорить про раздел Динамик импультов Динамик импультов Здесь есть куча математических вычислений Того, как должны получаться штуки То есть, может быть, моя финальная Метвелосте Это, получается, сложение Вычитание Деление Додпродукт Еще чем-то То есть, можете посмотреть Здесь есть прям целая пачка Различных действий Разведение степень Один минус Округление Синус И так далее Но Сейчас мне нужна очень простая вещь Просто рандом И тут есть Random Range Floor Я могу задать То, что мне нужно То есть, это было очень просто Единственное, что советую вам Там кратенько Хотя посмотреть Может, какие-то знакомые вещи Узнаете Там Сейл, чтобы округлять вверх Флор, наверное, есть Да, флор, чтобы округлять вниз И так далее То есть, тут есть много вещей Которые мы уже видели в Blueprint И это просто функции Которые будут вычисляться значения В рандом Сейчас мой будет давать Что там от 800 500 до 850 Ну и у меня сейчас ось неправильная задана Не по x, а по z И я сделал Точно такой же Голостенькон Как был по дефолту Окей Пока что с тривиальными параметрами Не посмотрели То есть, вы можете По любому параметру Задавать диапазон Задавать какие-то формулы Вычисления Еще что-нибудь Это хорошо Это здорово Едем дальше Допустим Я этот отбилост Пока могу убрать Теперь давайте говорить про цвет Потому что цвет И здесь более хитрая вещь Мы ее в первый раз пропустили Дело тут все вот в чем Во-первых Это прозрачность Прозрачность этих сфер Она берется из графика То есть тут есть Scale Color Есть Цвет 1,1,1 То есть он всегда белым остается И Scale Alpha То есть прозрачность И в прозрачности Тут есть куча вкладочек У меня есть график Тоже это несложно делать И мы сейчас сделаем В котором они это все настроили То есть что там Я могу вот так сделать У меня они будут Практически сразу Все попадают Да, то есть они даже не вылетают Потому что в определенный момент Просто попадают Могу там сделать Все так же как в таймлайне Просто с шифтом Вы валяете точки И двигаете Могу сделать Чтобы у меня Например Он становился невидимым Потом обратно Видимо Потом обратно Невидимо У меня все партиклы Ну давайте еще парочку Таких миганий сделаем Чтобы было заметно У меня все партиклы Мигают сейчас Значит То есть вы можете увидеть Что они Типа пропадают Тоже появляются Тут потом опять пропадают И так далее То есть тут можно делать Всякие Разные извращения И редактор Точно такой же Как и любых кривых То есть Точно такой же Как например В таймлайне Окей Как они это сделали Тоже очень просто Я сейчас добавлю Свой scale call Такой же модуль Чтобы вам показать У вас У альфа выбирается Float from curve Просто один из вариантов Часто используем Float from curve Curve это кривая На всякий случай То есть Возможность Выбирать это число По кривой По сути Делать таймлайн Внутри Вашей ниаган Вот я могу там Что-то задавать Окей То есть вы можете На каких-то параметрах Делать графичку Этими графиками Что-то изменять Но Естественно Тут не без проблем А проблема А вернее Приколюха Вот какая Что находится По оси X Этого графика То есть Вот этим движением Вверх-вниз Мы забьем прозрачность Это здорово Но в зависимости от чего Он эту прозрачность находит Мы же не знаем А дело все вот в чем По дефолту Эта кривая Берет Normalize Thage Она берет Параметр системы И это отличная возможность Поговорить с вами Про параметры системы И про то, что Скорая нормальная степь Input вы не смотрели Рандома Это здорово Но У нашей системы Есть целая пачка параметров В том числе Например Age Age это Возраст То есть сколько секунд Наша система жила Просто время жизни системы Есть там Не знаю У каждого партикла Есть свой позиция Где он находит У каждого партикла Есть масса его Есть его lifetime Сколько он будет жить Есть его материал То есть там есть куча-куча параметров Ну и сразу скажу Normalize Thage Это жизнь партикла От нуля до единицы То есть единица он номер Ноль он только на справлюсь То есть условно Если у нашего партикла У lifetime 5 секунд То его Thage Будет от нуля до 5 Сколько он прожил Его Normalize Thage Будет от нуля до 1 То есть если партикл прожил 3 секунды из 5 То его Normalize Thage Это 3,5 То есть 6,10 То есть 0,6 Ну понятно Просто значение от нуля до 1 Сколько прожил И нужен Normalize Thage Как раз вот для таких графиков Чтобы всегда знать Что мы на единице Что у нас графика Это ряда 1 И собственно здесь даже написано Что он использует Вот этот Normalize Thage Окей Давайте посмотрим Где эти параметры находятся Чтобы вы могли на них посмотреть Почитать о них Собственно вот она вкладочка Называется Parameters Между Preview и самим графом И здесь есть параметры системы Здесь есть параметры имитера Не знаю Loop Edge Сколько текущий цикл идет В каком состоянии сейчас эмиттер Все такое Параметры Particle Опа Физические силы Position Velocity Scale UV Particle Его чистая Velocity Все такое Короче Очень много разных параметров есть Которые вы можете использовать Плюс есть некоторые Которые движком даются То есть например Delta Time Движка можно брать Или еще что-то Давайте посмотрим Как эти параметры использовать Ну например Я сейчас сделаю очень простую вещь Я буду задавать Цвет партикла Равный его положению в мире То есть я вместо вот этого RGB Вместо 1.1.1 Поставлю Position Делается это просто Вы открываете второй раздел Вместо Dynamic Input Link Input И он позволяет вам Убирать эти параметры И я хочу Particle Position Использовать Particle Position И тогда каждый из партиклов Будет окрашиваться в тот цвет В какое направление он летит А можно еще раз? Да Я просто как цвет В Scale Color Я как цвет Задал ему Position То есть он Свой цвет Переравенит к своему Position Если он Position Там плюс 100 по X То соответственно Он берет себе цвет 100 красное Сейчас могу показать Здесь В разделе Link Input Particle И просто Position Вот И как видите У Particle Цвет это Emitter Ну в смысле У дефолтного материала Там Emitter Color Emissive Color Простите Какой Emitter Color Emissive Color Поэтому они светятся ярче Чем Ледемицы Они там Звучат свет Начинают Я думаю Идея тут порядна Вообще Что это как-то Можно использовать Ну давайте еще Что-нибудь придумаем Что у нас еще Из параметов Такого забавного Даже не знаю Можно там Не знаю В зависимости от age Меняйте его силу гравитации Давайте Чем-нибудь такое сделаем Сила гравитации Я например хочу Чтобы оно работало так Чем Ближе Мой партикл К смерти Тем Меньше Его гравитация То есть Чтобы они сначала Нормально падают А перед смертью Они как-бы застывают Давайте Чем-нибудь такое Сделаем Как я это сделаю Во-первых Мне нужно Менять только один параметр Z То есть я хочу Чтоб у меня XY было Нули Z Я менял Наверное Тут есть что-то Типа Что найдем Собрать Здесь break И make vector Make vector Отлично Есть То есть так же В любитах Make vector И тогда у меня получается Что у меня есть Три параметра XYZ Которые я могу Пенить Я хочу менять Параметр Z Чтобы он В зависимости от Termalized Agent Уменьшался От 980 До 0 То есть Это LER Линейная интерполяция Для Z Чтобы В зависимости от Normalized Agent Если Normalized Agent 0 То есть Если партикл Только заспавнился У него максимальная Гравитация Если Normalized Agent 1 То у него Гравитация 0 Обычный LER И как параметр Мне нужно Естественно Поставить Какую-то Альфу То есть Мой параметр Normalized Agent Получается Уже такой Более То есть Они перед смертью Чуть замедляются Вы можете увидеть Что они Не полностью Останавливаются Из-за того Что На них Просто Начинает Меньше Гравитации Действовать Но я Не отменяю Все предыдущие Все предыдущие Ости Которые На них Работали То есть Я просто Уменьшаю Количество Гравитации Которые На них Воздействуют Если бы Я хотел Чтобы они Целиком Останавливались То мне Нужно Было Было Посмотрим Что Делать Что Типа Scale Белости То есть Может быть Ближе К концу И его Удомножать На 0 Или еще Что-то Такое То есть Как-то Явно Это изменится Сейчас Она просто Уменьшает Гравитацию Но Получается Такой Более Фейерверковый Тогда они Перед смешивом Начинают Немножко Обратно Выруливать Наверх Но Я думаю История Понятно Я сделал Make Vector Гравитации XYZ А для Z Я поставил Линейная Интерполяция 980 Да Вы Если бы Делали Для Z Вот такую Штуку Не можно Как-то Липоскопировать Для И То есть Липоскопирование 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 Чехол Знает Мне кажется Что нельзя И это Из грустного Ну когда Смотреть Боюсь Что нет О Я сделал Ctrl-C Ctrl-D Все сработало Да То есть Просто Берешь параметр Ctrl-C И он Все его Настройки Копирует Прикольно Вот Ну и Еще Одно Страшное Замечание Это вам Скорее Всего В жизни Не понадобится Но Просто Чтобы Вы боялись Каждый Из этих Модулей Вы можете По нему Два раза Кликнуть И откроется Сам Модуль То есть Я могу Прикольно Немного Немного Хитрого Хитрого Не делаю Берет Физик Форс Домножает Его Применяет Партикул Но Можно Просто смотреть Если вы вдруг Когда-то Станете Тех Художником Но вы Скорее всего И так Все узнаете Про все Этим параметры. То есть мы можем их использовать в случае где-то. И здесь есть для этого специальная вкладка User Exposed для того, чтобы их можно было потом менять в Blueprint, в Плюсах или еще в чёрт. Давайте попробуем это сделать. Сначала договоримся, что я сделаю, потом я это сделаю. Я создам параметр, который будет определять Spawn Rate. То есть я хочу, чтобы я через Blueprint мог настраивать Spawn Rate. Такая простая вещь. То есть мне нужен Flow Parampter, который я подключу сюда. Нажимаем плюс. Здесь есть огромное количество вариантов. Но меня сейчас интересует только Float. MyFloat его назову. Но по-хорошему, если он Spawn Rate, то какой-то так его и называть, Spawn Rate или что-то похожее. Но окей. Я создал свой параметр. И теперь я могу его использовать. Я могу его просто перетащить. Но я буду делать, как и до этого. Просто здесь в поиске писать MyFloat. И теперь Spawn Rate зависит от нового Float. Единственная проблема. Может быть со мной что-то не так. Но я нигде не могу найти, как поставить дефолтное значение для юзер-переменных. То есть если я не хочу, чтобы, например, по дефолту он был 500, я, может быть, слепой, но я нигде не вижу, как это сделать. Но в блюпринтах мы сейчас его изменим. Просто обидно, что я по умолчанию его не могу задать. Мне казалось, что раньше где-то было отдельное окошко, но что-то я его не видел. Где это делается? В системе? Да, я нашел. Ну, я просто не проверял. Да, они вот в системе юзер-пораметов. Да, спасибо, справедливо. Собственно, я создал параметры. Теперь я нажал apply, чтобы она везде применилась. Как я могу его менять? Например, у меня персонажи, у меня вот персонажи есть эта система, мы ее добавляем, но я ее просто добавлял. Что я могу сделать? Я могу взять эту систему и вызвать у нее функцию set параметров. Так же, как он материалов, так же, как и у чего угодно. И здесь есть целая куча параметров. Актеры, автоаттачменты, булы, калоры, флоты и бла-бла-бла. Но меня интересует float. То есть просто setFloat параметр и задавайте его значение. SetFloat параметр, например. Параметр name, по-моему, myFloat. Да, myFloat. И значение, допустим, 15. И теперь мой фартикл будет спамить 15 шариков в секунду. Может быть 5000. Ну, 5000 так 5000. Ой, это будет очень ярко. Параметр 5. Ну, а суть, я думаю, понятна. Вы можете задавать какие-то параметры. То есть, может быть, там можно было static match какой-нибудь указать, или еще что-нибудь такое, для того, чтобы потом это испортить. И еще последнее, что я скажу, и на этом можно заканчивать. Есть модуль setParameter. Называется setNewOrExistingParameter. И он позволяет, собственно, внутри вот такой вот плашечки задать значение параметра. То есть я хочу, например, поменять параметр age, или еще какой-то из параметров, которые есть у меня там. Могу, не знаю, при спавне менять какой-нибудь параметр, партику. SetParameter. Могу любой из параметров партику менять. Ну, окей. Все. По сути, это мы уже в усложненные версии пошли. И главное было, чтобы вы поняли, что на базовом уровне партику несложны. Чем больше вы хотите их настраивать, естественно, все становится сложнее. Но в целом, спаум, velocity, gravity добавили, и у вас получился какой-то прикольный эффект. Что я сейчас делаю? Я вам сейчас еще покажу несколько дефолтных эффектов. В разделе fx можно сделать темплейт Niagara System. Там другие темплейты. Мы сейчас на них быстренько глянем. И после уйдем на перерыв и будем консультироваться в проекте. Прикол темплейтов систем в том, что здесь есть по несколько эмиттеров. И здесь в некоторых смысле есть на что посмотреть. Ну, например. Да, во-первых, каждую систему можно отключать. Прикол вот какой. У этой системы... Сейчас давайте на паузу немного посмотрим. Есть два эффекта. Один шариков падающих, а второй трейлов, которые за ними идут. И вот они взаимодействуют между собой. Мы не смотрели сегодня разделы вендхэндлера, но можно с помощью вендхэндлера заставлять одни эффекты работать с другими. То есть вот он, трейл. Вот я включаю, выключаю. И этот трейл следует за лидером. Тут в разделе ивентов он берет локейшн из другого эмиттера. Но мы сегодня это не будем смотреть. Может быть в следующем модуле, если будет необходимости время. Это все можно посмотреть в примерах и документации. А если в этой системе можно несколько эмиттеров, то тут что-то меняем, мы меняем, выключаем эмиттер, а не только в этой системе. Это хороший вопрос. Раньше работала лодка. Если ты меняешь эмиттер и его применяешь, то он в системе обновляется. Если ты меняешь его в системе, изначально эмиттер не обновляется.